Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Операционной системой Windows каждый пользователь со временем сталкивается с различными ошибками, хорошо если они появляются на программном уровне, но если это происходит на уровне системы, это может принести немало проблем. Эта ошибка может возникнуть внезапно и в самый неповторящий момент. В этом видео мы постараемся разобрать возможные причины появления такой ошибки и как ее можно исправить в операционной системе Windows 10 и 8. При возникновении данной ошибки вы увидите синий экран со следующим текстом. На вашем ПК возникла проблема и его необходимо перезагрузить. Вместе с этой ошибкой закрываются все процессы, а после компьютер перезагружается. Если такая проблема возникает постоянно, работать с компьютером становится практически невозможным, учитывая, что в любой момент он может перезагрузиться. И еще хуже, когда ошибка не дает возможности даже запустить систему и при перезагрузке вы снова видите ее на экране. Для начала давайте разберем в каких случаях она может возникнуть. В большинстве случаев причиной такой ошибки выступает сбой в работе драйверов. Это может быть, когда операционная система использует драйвера из центра обновлений, а для нормальной работы нужны оригинальные драйвера от производителя. Или же это могут быть другие неправильно работающие драйвера. По каким-то причинам драйвера были повреждены или они конфликтуют с текущей версией операционной системы. Помимо драйвера ошибка Critical Process Die может возникнуть из-за наличия на ПК вирусов, после очистки компьютера и реестра системы от ненужных файлов и при повреждении системных файлов операционной системы. Раз уж мы разобрались с причинами возникновения этой ошибки, давайте теперь рассмотрим как ее исправить. Сначала давайте разберем как исправить такую ошибку, если вам удалось загрузить систему. Если система не грузится попробуйте загрузиться в безопасном режиме. У нас на канале есть отдельное видео о том, как загрузить систему в безопасном режиме. Смотрите по ссылке в описании. Первое что бы я порекомендовал сделать это посмотреть сохраненные дампы памяти, которые автоматически создаются системой при критических сбоях. Иногда эта опция может быть отключена, для ее включения откройте панель управления, система. Здесь справа откройте дополнительные параметры системы, а затем вкладку дополнительно. Откройте параметры загрузки и восстановления. Для активации опции должны быть установлены следующие настройки. В разделе отказ системы установлена отметка напротив, запись события, системный журнал, выполнить автоматическую перезагрузку и заменить существующий файл дампа. Также здесь должна быть указана системная папка хранения дампа и его имя. Для более детального анализа есть безопасная программа BlueScreenView, ссылку на нее я оставлю в описании под видео. С ней сможет справиться даже начинающий пользователь. Запустите программу и посмотрите последние ошибки и что их вызвало. В нижней части программы будет отображено красным, сбои, в каких драйверах произошли и появление ошибки critical process die. Чтобы определиться с проблемными файлами в расширении sys воспользуйтесь интернетом для выяснения, что это за файл и какой драйвер он представляет. Также можно использовать бесплатную программу fucrushed, которая поможет сообщить точное наименование драйвера, вызвавшего ошибку. Как только вы выясните какие драйвера вызвали проблемы, переходим на официальный сайт производителя и скачиваем актуальную версию программного обеспечения, которые потребуется установить вместо текущей. Если ошибка возникла после недавнего обновления драйвера, его можно откатить в предыдущей версии. Откройте диспетчер устройств. Нажмите правой кнопкой мыши по устройству. Свойства драйвер откатить Также здесь можно попробовать отключить устройство, если оно не является критичным для работы. Если после перестановки драйвера ошибка и синий экран смерти продолжают беспокоить, рекомендую произвести следующее действие – переустановьте драйвера основных комплектующих компьютера. В случае, если проблема возникает на ноутбуке, это сделать довольно просто. Загрузим необходимое программное обеспечение с официального сайта производителя. Если эта ошибка возникает на стационарном компьютере, придется искать драйвера отдельно для материнской платы, видеокарты, процессора и т.д. Использование специальных программ, позволяющих быстро установить все драйвера на компьютере не рекомендуется. Если имеются точки восстановления, восстановите компьютер до того момента, когда проблемы с данной ошибкой не было. У нас на канале есть отдельное видео о том, как открыть систему до точки восстановления. Следующее, что нужно сделать, это убедиться в ценности системных файлов. Для этого воспользуйтесь специальной стандартной утилитой. Запустите командную строку от имени администратора и выполните команду CFCIS канал. Проверьте ваш ПК на наличие вирусов. У нас на канале есть хорошее видео, которое вам в этом поможет. Также попробуйте восстановить реестр, особенно актуальным это может быть, если вы выносили в него какие-то изменения, или чистили реестр специальными приложениями для удаления мусора. О том, как восстановить реестр у нас тоже есть отдельное видео, ссылка в описании. Если это не помогло, попробуйте сделать сброс операционной системы. Сделать это можно из среды восстановления. Выбрал пункт поиск и устранение неисправностей. Вернуть компьютер в исходное состояние. Подробнее смотрите по ссылке в описании. Если не один из выше приведенных способов и помог решить проблему, рекомендуем вспомнить, какие действия выполнялись с компьютером перед тем, как начала появляться эта ошибка. К примеру, она может возникать после подключения USB периферии. В такой ситуации нужно попробовать отключить USB устройство и удалить автоматически установленные драйверы на него. А теперь давайте разберем, что делать, если запустить операционную систему так и не удалось и дальше синего экрана с ошибкой продвинуться не получилось. Если не удалось загрузить систему в безопасном режиме и запустить особые варианты загрузки, есть еще один способ. Для этого способа нужна будет загрузочная флешка с операционной системой. Если же после нескольких неудачных загрузок у вас открывается меню среды восстановления, то создавать загрузочную флешку или диск не нужно. Вы можете использовать среду восстановления из этого меню, в том числе сброс системы в разделе Дополнительные параметры. Как создать загрузочную флешку с Windows смотрите в другом нашем видео, все ссылки в описании. Важный момент. Разрядность операционной системы на флешке должна совпадать с той, которая установлена на вашем ПК. После запуска BOT меню на первом экране программы установки нажмите Далее, а на втором слева внизу Восстановление системы, после чего вы увидите окно действий. Сперва попробуйте восстановить систему, используя точки восстановления. Для этого откройте дополнительные параметры и выберите соответствующий пункт. Второе, что можно сделать, это воспользоваться командной строкой для проверки целостности файла командой cfcscanal. Также с помощью командной строки можно попробовать восстановить реестр. Если ни один из перечисленных способов не помог решить данную проблему, остается переостановка системы. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.